Здравствуйте, Петрович! Во-первых, спасибо за Ваши труды и за видеообзоры. Прошу Вашего совета, как отразаться от сладкого, от сахара, как прекратить сахарное обжорство. Это моя проблема с детства. Вот. Ну, первая часть этого. Значит, я ответил так, а что тут, ну, естественно, будем говорить, в детском возрасте, в детском возрасте у нас преобладает, так сказать, конституция слизи. То есть у нас пропорция слизи, организм вообще состоит слизь, ветер, желчь. Желчь обогревает, слизь дает нам, будем говорить, объем, а ветер это движение в этом объеме. Так вот, будем говорить, слизь это в основном, будем говорить, телесные субстанции, да. Так вот, для того, чтобы телесные субстанции строились, естественно, хочется сладкого, сладких продуктов. И ребеночек, он вот предпочитает сладкое, нежели там горькое и прочее, прочее, прочее. И дальше это может быть как уже такая привязанность, как такая потребность, как такая своего рода наркомания. Наркомания бывает всякая, в том числе и пищевая, да. Не только наркотиками, но и пищей, в частности вкусом. Ну, смотрите, что здесь надо сделать, чтобы не наносить себе вред вот именно сахаром, конфетами. Замените их естественными сахарами. Сегодня я расскажу о сладостях, о сладостях, которые можно и нужно использовать для укрепления своего собственного здоровья. Это абрикосы. Так как в это время абрикос нету, лучше всего вот такие вот сушеные абрикосы использовать. Это самое лучшее. Их надо размочить, и они у нас станут вот такими вот. А для этого просто-напросто их заливаете талой водой, не кипятком, а талой водой. Оставляете на ночь, и у нас вот такие вот абрикоски становятся. Далее мы с вами будем использовать хурму. Вот такая хурма сушеная. Мы также поступаем, берем, сдаливаем ее на ночь обычной водой, не надо кипятком. Вот они разбухают. Воду мы сливаем. И продукт готов. Мы их выкладываем, берем. Это прежде всего сухофрукты. Они не менее сладкие, чем этот сахар, а то еще более сладкие. Сушеная хурма, сушеный инжир, сушеный виноград, сушеные абрикосы. Да вы этими сушками можете завалить себя и так же это прекрасно себя чувствовать еще лучше. Так они вам будут давать, помимо глюкозы, они вам будут давать и микроэлементы, какие они там содержат. И пищевые вот эти вот волокна там, которые нам нужны. То есть просто-напросто переориентируйтесь. Сладко хочется. Ну держите у вас, чтобы у вас был там, пускай там кулечек с изюмом под рукой в сумочке или в кармашке. Все это. Раз, покушали. Ну можно от всего этого сделать. Ну примените немножечко голову, с фантазией делайте. Я уж не говорю о том, что мед можно там, какой-нибудь сироп там использовать. Сухофрукты. Самая прекрасная вещь. Дальше. Дальше тут такая вторая часть вопроса. Так, вес, конечно, тут был набран большой. 120 килограмм при росте 175. Ну вот. Значит, возникли... А, сейчас 31 год. 31 год это очень молодой человек. Мне бы 31 год сейчас. Ой. О, так у меня не было джипа. Скучно было бы. Но это хорошо. У меня тогда были совсем другие вещи. У меня тогда был велосипед. И я был доволен им больше, нежели какой-то там машины. Хе-хе-хе-хе-хе. 31 год. Привели к камням в желчном. Удалили желчный пузырь в сентябре 17-го года. Ё-моё. Раньше удаление желчного пузыря приравнивалось к инвалидности. Уже говорили, это, наверное, где-то до 60-х, 50-х годов, что это уже инвалид. А потом их стали столько вырезать, что это уже, ооо, это нормальная вещь стала случаться. Поэтому в моих книгах, в книгах других авторов, огромное количество средств по рассасыванию, раздроблению этих желчных камней. Вот особенно сейчас вы можете получить мою книгу «Полное очищение организма». Там куча этих рецептов я привел для того, как рассосать и вывести камни из желчного пузыря. Потому что если вы это не сделаете, то удаление желчного пузыря, до удаления, были какие-то свои проблемы, с которыми можно было мириться, с которыми можно было их решить вполне естественными средствами. После того, как вы удалили желчный пузырь, увы, этого уже сделать нельзя, возникают новые проблемы, желчь постоянно выделяется с печени, она же образуется в печени и выделяется в желудочно-кишечный тракт, у вас начнутся свои другие проблемы, которые оказываются сначала вроде не так значимы, а в дальнейшем еще хуже, чем были. Не создавайте себе проблемы тем, что вы можете успешно решить. Вот легче всего, якобы, проблему решить, удалить его. Удалив вы, увы, проблему не решите, вы просто-напросто наживете себе новое. А тем более в 31 год. Та ё-моё с... 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 Та ё-моё с...